друзья всем привет добро пожаловать на наш канал и сегодня у нас вторая часть по равке наконец-то она отправляется в покраску ну а до этого момента надо просмотреть видео много чего было интересного много было сложностей работали до ночи и в ночь как и сейчас вот собственно видео пишем не пойми где не пойми какое время потому что это рала она замучила даже некогда записать нормальный видос вот много чего было сделано по подрамнику как я уже говорил он ушел помял рейл я не знаю как это сказать но видео будет видно это это заняло больше двух суток исправить эту проблему то есть если бы не было ударов подрамник было бы все нормально немного аварии которую она получила по моим догадкам поскольку кусочек был найден от знаете разделительные есть между полосами ставят такие бочки желтый и они наполнены водой а вокруг них еще обвязаны так металла и вот эта машина она ударилась с кем-то сначала а потом прилетела в этот отбойник то есть двойной удар произошел она пробила себе центр вот этим вот бочком с водой железная часть пост подскочила под низ и удар пришелся как раз под раму из-за чего так жестко вообще получилось и плюс машина которая с которой она встретилась у нее раз прорвало аккумулятор и облила эту машину кислотой из-за чего столько много ржавчины везде появилась короче непростой случай вообще но об этом все как бы смотрите видео ну здорово утро тебе доброе я вернулся свет включим это лучше ну продолжим так тут мне предстоит открутить вот этот болтик и снизу вот прошлый раз откручивание закончилось на том что я просто отрезал потому что сами видите как он гнило вот но будем пробовать но они открутятся мешают его холды также самый нижний это все бесполезно поэтому можно не тратить время с я просто срезать сразу все равно не хочет это уже половина резьбы отрезан о готово вообще так если просто надо открутить то так снимать нельзя потому что здесь есть конец будет резинки как это здесь получилось но у нас на донорской части вот это полностью все есть целинка и получше состояние чему-то так что это мне упрощает задачу и также снизу у меня вся часть есть я могу просто средства нормально если что гайки надо поменять чтобы не лучше так нижнюю часть вот собственно о чем я говорю вот эту вот гаечку надо срезать потому что здесь все очень красиво даже так ретушировано паутинка снесу на частью нас случается он не собирается это так как атак он теперь выглядит но главное снялся по левой стороне у нас подрамник крепление подрамника ну погнулась ушло назад и ушло вверх вовнутрь что есть хорошо но будем это лечить по правой стороне чуть-чуть сдвинулись и ушло тоже вовнутрь можно видеть что он согнута здесь но это уже попроще теперь еще предстоит рулевую рейку снять потому что она как раз сидит на подрамнике и плюс там подушка двигателя вон этом видно в конце фокус вряд ли там возьмет но там ее надо тоже открутить как то иначе не получится ее снять эта деталька у нас тоже под замену потому что ее выгнуло это еще с правой стороны не так все плохо а с левой стороны она вообще сильно кстати отсюда даже видно и он у нее какой этот если сравнить с это они более должны быть такие ровные да и тут три болта надо открутить и расстояние здесь не очень так что будет интересно ну как и в принципе весь подрамник этом случае очень надеюсь что карданчик поможет спалят макета слишком слабая а ничего мощнее у меня просто нету будем делать вручную поставить нашел такой не идеальный способ но хотя бы чем-то можно подпереть подрамник по идее должно держать но осталось два болта этот и тот на той стороне там будет сложнее кстати здесь уже нет ничего я снял и и и и и и так все откручено пробуем опускать подрамник уже внизу снято все из не очень позитива у нас так фокусируйся вот как она выглядит давайте вот так уж нагляднее было очень она вошла во внутрь нас чуть-чуть мяло вот это крепление выгнула я бы сказал бы это ерунда ну и как я уже говорил с той стороны в принципе похоже на это но очень так слегка в мяло вовнутрь ну будем гнуть обратно все надо вот это вот снять защитка какая-то коррозийка или что это все надо поснимать и посмотреть насколько все плохо вот где она оторвала . почищу лучше точка-то она осталась металл порвала вокруг точки просто вырвала неудивительно от такого удара вторая точка на месте проселся оттуда страшно довольно все тачку вниз тянет я это могу сказать что-то где-то хрустит что-то где-то должно оторваться и полететь куда-то я могу точно сказать страшно так я пока про отпущу и посмотреть хочу поближе что там происходит но она начала тянуть на ей не хватит никогда в жизни она вырвет вот эту вот стуку и все но это хотя бы держит да я либо вообще просто вырезать снимать уравнять и варивать либо вырезать снимать и донора туда вшпаривать с этой ты ничего не сделаешь это я сейчас потянуть приготовить донору либо потянуть ее исправить я еще не не решил опустить опустила нам еще туда надо трубки это не мешает если трубок не было хоть молотком подбить на самом деле у нас он травит воздух буду чистить это все слышно на микрофоне что ты покупаешь александр такие некачественные коннекторы сколько раз говорить бери подороже берешь самый чиппай да да там за камерой кажется круто я вам говорю но это ему говорю он прячется прям за камерой короче идея или ли не идея почистить попривариваться попробовать потянуть если получится а дальше я я дальше не хочу даже думать честно что может быть худшем случае так что делаем сейчас лучший просто чистим привариваемся тянем смотри оставил камера на меня повернутый александр жук александр жукович палит контор идем идем брат не утони а что это за вода они там не тонут короче мы идем на поиски мое слово паразит это короче нам нужен кусок металла достаточно толстый чтобы его можно было приварить но стекло есть в чем мы его не пристрелили два стекла прикинь двойное стекло в машине было это как так очень интересно ну типа такого бы пошло ну да вот вырезать кусочек а это кто идем познакомимся он там покатил его а это наверно тут этой вот королл я здесь будет громко сша юриди фурда зачистить можно и этой чистенько сша юриди фурда а контент подъехал Дядя Юра, я вам так-то слушаю. Почему так поздно приезжаешь? Парсу встать не хватает. Народ приезжает, спрашивает, где дядя Юра? Так, кстати, сегодня приезжало прям, ну, очень немало людей. Прям один за другим. А где? Где? Какой-то человек, который у вас машину делал 10 лет назад. Так что она там делает? Да-да. Я боюсь, что она когда слетит, она это порвает. Да, я тоже заметил, что она начинает в эту упираться. Она оттянет. Это из хорошего. Но мне не нравится, что она упираться. О, дядя Юра, ну я не испугался. Зато обвернулся. Надо было не так. Ну окей. Бам! Надо было молотком. Да. Ну окей. По железяке, да? Ой, дядя Юра. Знаете, что я боюсь всего этого? Давай, а я как боюсь. Давай, а я как боюсь. Давай бояться вместе. А отпечаток этого кей-фрейма остался? Да. Он так вот выкнул. Вот так. Вот сюда, здесь кей-фрейм был. В него удар пришелся. За счет вот этого. Тогда если кей-фрейм давил вот этим же, что у нас, то на золотом месте пробует. Или найти, где вот точка приварена. Ну и точка сварки. Это болт приваренный. Или борется, тогда уже здесь где-то болт приваренный. Ну вот три точки сварки. Тогда где-то здесь варится, а тут тянет. Новый день. Для вас это секунды. Вчера мы здесь торчали до 12 ночи. Пытались победить. Ту самую вмятину снизу. В принципе, она побеждена. Точки совпадают. Она сейчас засыхает. Очень грязная работа была. Не до камеры было. Жалко камеру портить. Это из хорошего. Из плохого у нас три болта повреждены. Они согнуты. Давайте покажу. На примере вот этого вот. Фек. Я думаю, видно, как он виляет. И у нас таких три штуки. Больше, меньше. Но они погнуты. Потом из деталек, вчера обнаружилось, когда уже подрамник кидали, вот эта вот деталька, она поврежденная, там все, она вылилась. Тот, кто снимал ее на разборке, он ее повредил. И пришлось ее снять. Так что нам нужно купить вот такие вот. Нам нужно три болта. И гайки. Гайки нам нужно шесть штук. Ну и в принципе, это все. Надеюсь, их будет не сильно сложно найти. Я смотрю, Валера до сих пор парится. Да, короче, этот маунт нужен. Найти нигде не надо. Да, его нигде нет. Они их выкидывают. Да, причем здесь это, нового нет. А, нового даже. Да. Я на дилере не узнал, но на дилере есть, ну, там, наверное, цены. Ого-го. А он сильно согнут, я его снял. Просто из-за этого она и не съедет. Потому что мне его надо поставить, а потом радиатор и туда-сюда. Потому что я его потом не поставлю. Единственное, которое есть, в Блейне он уж находится. Ого. Так что я пока не знаю. Надо искать. Есть нормальный, Александр? Это с тобой вообще ездить не маньяк. Не поюсь. Маньяк какой-то. Не важно, как я ездить. Главное, что я ездил. Действительно. Ты точно едешь? Или у тебя что-то едет? Главное, что ты со мной. Спасибо. Александр, нормально едешь? Нормально, она никуда не едет с этим потенциалом. Вручен. Ну и не надо торопиться. Поехали с Кемпфайер Мока. Кемпфайер Мока. Какой размер? Также медием. И можете просто сделать это с белым чоколадом? Белым чоколадом? Да. Белый чоколад. Нет, это все. Интересно. Подрамник почти установлен. Осталось затянуть. Ну, как тормоза устанавливаем. Никому это не интересно. Меняем. Точнее меняет. Александр в работе. Вот только поглядите. Профессионалы в деле. Спина в деле. Так, что за папа-рация? Я не папа и у меня рации нет. А, я папа. Папа без рации. А, подожди, рация тоже есть. О. Валерий нам не предоставил профессиональное оборудование. Поэтому мы вынуждены работать в абсолютной кромешной темноте. В кромешной темноте. Они сейчас будут смеяться. Я ничего не настраивал. Не важно, смеетесь вы или нет. Главное, что здесь комешная темнота. Да, да, да. Важно то, что здесь комешная темнота. Нет, на самом деле, когда спиной поворачиваешься... А зачем ты спиной поворачиваешься? Ну, смотри. У меня же нету глаз. Ну, ты сам знаешь, на чем. Да, мы уже все видели. Нет, ну вообще темновато. Ну, конечно. Ну, а что ты фонарик не поставишь? Ну, ты же не предоставил нам эквипмент. Вообще-то у нас есть два фонаря неплохих. Да, но ты же не предоставил. Вот ты когда работаешь, ты не замечаешь, что я вот сам приношу тебе фонарь и ставлю. Не то, что ставлю. Я его прям вот беру в руки и тебе свечу туда, куда ты смотришь. Коман, уйди отсюда. Вот. Да. А это только одностороннее. Ты все сказал? Ну, смотря что ты хочешь дальше сказать. Я хочу сказать, что ты мне даешь какие-то там лампы или фонари, когда ты держишь камеру в руках. Я в этом сомневаюсь. Я же теперь оператор. Да, но я тебе сначала предоставлю, а потом снимаю. Да. А ты же видишь, как все наоборот. Теперь будут комментарии идти. Вот этот обормот. А ты раньше не мог сесть, чтобы тебя видно было лучше? Этот обормот. Смотрите, как ярко стало. Делает. Просто сесть надо было. Неправильно. В темноте. Да. Ну, знаешь, представители, хоть я и сел, светло тебе стало. Мне не особо, по крайней мере. Ну, это уже как бы извинить. Да мы только и делаем, Валерий, что вот вас извинять. Что не день, мы вас не меняем. Да, да, да. Но понимаете, что дело в том, что наши извинения, они не... Они лимитированы. У меня что-то случилось с камерой. Девайс дисконнектует. Вот. Батарейка села. Даже камера тебя подводит. Думаю, что там Александр. Так, светло? Ну, вообще-то ты слепишь. А, так то тебе темно, теперь я слеплю. Ну, да. Хорошо. А что ты делаешь? Честно? Да. Я не знаю. Это уже обнадеживает. Ну-ка, посмотрим с ракурса. Что-то темно. Есть легенда, что если вот так вот туда-сюда делать, то потом она не будет корсоваться. Ну, а ты что-то для этого сделал? Да, я вот туда-сюда делаю. А ты не заливал туда ничего? Ну, я залил туда. Короче, весь смысл в этом прочистить застоявшуюся смазку. Да, я туда залил брейк-клинеры. Да, а потом это все надо выдуть, чтобы там он не оставался, осталось сухо. А потом новую смазочку делаем, селенькованную, которая с водой вообще никак. Короче, вода там вообще не может никак не сделать ржавчину. Это самое, их болячка. Так что, здесь они вряд ли когда-то застрянут, и тормоза будут работать. А, е-е-е, обалкается. С годами люди ржавели. А-а-а, ну-ка, а ты опытный, да уже? Нет, я просто, ну, гласят эти легенды. Легенда, ты знаешь, что легенда это всего лишь легенда? То есть это вряд ли случится? Не знаю. Ну, скорее, что, да. То, что это случится, это уже зависит от непосредственно человека. Вот. А если такая легенда есть, значит, это случалось. Ну, по крайней мере, кто-то об этом думал. Вот. Поэтому тебе надо прям полностью, так сказать, принять силиконово-смазочный душ. Окей. Дабы нигде не заржавить. На самом деле, очень интересно это еще делать, конечно. Да? Да. Чем? Особенно, когда ты не знаешь, что ты делаешь. Если что, он это делает первый раз в жизни. Так что сильно не это, не судите. Нет, ну, тормоза я меняю не первый раз. Ну, да. Ну, именно это. Это обслуживание. Это уже, это не просто замена. Вот именно, да. Вот это вот так сказать. Вот зараза, смотри на него. Вот он, получается, только родился. Еще его фокус возьму. И начинаю уже, короче, пакостничить с самых ранних часов. Да, он такой маленький. И их сегодня здесь залетело примерно уже пару тысяч. Ну. Кровопийцы. На что боролся, на то и на поролся. Или как там говорится? Ну, я не уверен. Я тоже. А он уже не узнает. Бедолага. Ну, да. Вообще комары, они. Паразит? Нет, они живут одним днем. Ты можешь много так не делать. Несколько раз и это самое. Ну, я так тебе просто. Потом крутишь по ушей. А, не очень меня. Окей, окей. Тебе в комментах поучат. Лишнее цуки, она. Я же все-таки. Просто тряпочка потом стереть. Все. Она так даже. Она, наверное, нарушенная. Что и делать. А, тут, конечно, вот что. Все-таки мы не первый год живем. Excuse me. Где мы живем? И как? Не, на самом деле, как бы. Это первый раз я делал силикон. Вот это все для меня, это, конечно, лишнее. Лишнее. В твоей жизни. В моей жизни это, конечно, лишнее. Ладно. В жизни этой машины это не лишнее. Можешь, если что, что-то сказать, что ты делаешь? Варю. У нас настоящая лампа специально для видеосъемок. Ну ладно, не об этом. Про это я уже рассказывал. Мы нашли, а Александр поехал взял. Ну, не сказать оригинальную, но она прям такая же, как и оригинал. Новенькая. Что-то около 50 баксов она стоила. То есть у нас с этим проблем нету. Она здесь, я ее не затянул, потому она так болтается. Вот. Это значит, что можно спокойно ее затянуть и собирать можно. Потому что это уже приварено. Только смотри. Принцип в том, чтобы заспрейить все вокруг. Это антикоррозик. Поскольку мы варили, и внутри. Чтобы защитить от ржавчины. Вот это и придумано, чтобы залазить сюда подальше. Вот, ее буквально. Так что, переживать за то, что она будет ржаветь, можно не переживать. Но она, по сути, вся сама заводская. Она как бы уже не новая. Так что, скорее всего, она где-то сгниет, но не здесь. Увлекся все печально. А же еще там. Да, она как бы очень хорошая, чтобы разъедать. Стоит 50 баксов. Вот он. Снимаю стоны. Тебя кожу разъедет. Эта дрянь очень едкая. Сорян, брат. Так. Начнем. Продолжение следует... все очень красиво значит телек у нас на месте верхняя связи сохнет я тоже привариваем потом мы ставим ее обратно и самое такое вот неинтересно это поставить вот эти вот это крепление крыльев то есть они по точной сварке они могут быть где угодно поставить куда куда надо листочка есть только на всего одна вот эту это как бы заводская метка вот она одна дальше по высоте уже регулировать придется ну с этой и с той стороны потому что они оба были согнуты не очень у нас здесь крепление обогнуты но это мы исправим не связи сделан но в принципе еще чуть-чуть и будет закончен а пока яблоко и 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 значит трубочки попробуем выгнуть Ну как часто это бывает не у новых машин. Заржавел болт, начинаешь откручивать и он обрывается. Посверлили. Крылья стоят, по зазорчикам все красиво, по крайней мере меня устраивает. Потом у нас есть такая вишенка на тортике, после всех сложностей. Вот здесь вот заломило слегонца и вот тут у нас вмятинка. Если попариться, можно конечно и paintless, но я имею ввиду, что можно и не красить. Но из-за вот этого, что здесь все поломалось, так же придется перекрашивать. Поставим ребар и она почти готова. Потому что нам только останется фары поставить и в принципе колеса поставить, она едет на покраску. Ну то же самое, что и на силике будет. Разбираем. Да, сейчас бы ты точно разобрал, а потом бы тебя кто-то разобрал, мы это вырежем. Это вряд ли. Кстати, у Валеры новая стрижка. Да не новая, она всегда такая была. Просто что... Свежая. Просто что в нынешние смутные времена, по-моему, гораздо проще машину купить, чем подстрижить. Ну или, так скажем, подстрижка. Такое уже знаменательное событие, как покупка машины. Ну, в принципе, да. Сейчас попробуем развеять миф, проверить, если индукции можно выровнять. Вот такую вмятину. Что, по идее, нереально. Потому что индукция, она больше как... Ну, на такой поверхности еще может поможет. Хотя тут очень толстый металл. Там крыши, там двери, да, она работает, в принципе. Типа далеко не на все. Ну, будем греть, потому что я все равно ее... Буду спатором лечить, скорее всего. Так что мне все равно, если я перегрею. Короче, бесполезно. Ну, в принципе, что и следовало ожидать. Сюмприз. Очень хороший инструмент. Секретное оружие против таких вот заломов. Зажимаем в месте залома. Ну, начнем... Начнем оттуда, откуда оно началось. С края сама. Чуть-чуть вверх. Вверх. И погнали. Потихоньку, без фанатизма. Идем по ребрышку. Туда-обратно. Постепенно это все дело... Выправляем. Здесь, скорее всего, образуется мя... Ну, небольшая совсем ямка, которая исправляется очень легко вот... Ну, шпаклевкой. Можно обратно молотком, если надо. Но, как правило, совсем незаметно. А так... Очень быстро. На любом подобном... На любом подобном что. ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Огромное спасибо, что смотрели этот видос. Для нас это очень важно, поскольку много труда было вложено не только в саму машину, но и чтобы этот видос наконец вышел. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить как раз видос о той машине, которая въехала в шап. У нас другой пациент. Это будет так же интересно. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...